Благослови, в них Слово Твое совершенное, мужчина стыдит время, отпущенное Тобой. Тебя слава за все, Отецственный Святой Дух. Аминь. Аминь. Послание Колосина, Святого Апостола Павла, 1 глава, 18 стих. И он есть глава тела церкви. Он, начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Толкование. Сказав о достоинстве сына, потом говорит и о его человеколюбии. Ибо будучи выше всех, как Творец и Содержитель, он соединился с низшими. И не сказал глава полноты церкви, но тело, чтобы показать действительность родства его с нами, что он принял одну с нами плоть, а не с неба. Ибо Павел употребил слово церковь в смысле всего человеческого рода, как бы говоря. И рождением по плоти он первый из людей, как глава. Начаток, говорит, он есть воскресенье, как прежде всех воскресший. А так как он, Господь, разрешил болезни смерти, то естественно и первенцем называется. Но как начаток имеет и последователей себе в прочих людях. Ибо начаток есть чего-нибудь начаток. И как в одном снопе, принесенном в качестве начатка, благословляется вся жатва, так и мы все через него освящены и приведены к Богу. И в воскресенье одного тела вся природа удостоилась воскресенья. Далее, сущая, во всем, то есть написано, дабы иметь ему во всем первенство. Что же такое во всем? То есть во всем, что созерцаем вокруг него, вокруг Христа. Ибо Он, Христос, и прежде всех рожден от Оса, и первый между всеми, как глава церкви, и прежде всех воскрес, как начаток, даровав им нетление. И прежде бывали воскресающие, но опять умирали. Он же воскрес и не умирает. И заметь, первенец здесь, как начаток воскресения, потому что это то же, что новое рождение. Там же не сказано начаток творения, тяги первенец. Ибо образ бытия не одинаков. Он рожден, а тварь сотворена. Ракование закончено. Пожалуйста, рассуждения, вопросы, дополнения. Кто хочет сказать, пожалуйста. Вопрос есть вот один. Написано, что Он первый воскрес, а как же те ветхозаветные люди, которые воскресали? Не жумели после этого? Там сказано об этом дальше. Он воскрес, но всегда? Погромче. Ну, не жумели те, которые воскресали в Ветхом Завете после этого? Да, они же не умирали. А Христос воскресил, да? Ну да. То есть имеется в виду первенец, из мертвых, воскресших в нетлении. Он первый, который воскрес и больше не умирает. Остальные прежде него воскресали, но они умерли. Поэтому воскресшими совершенно нетленно тех, назвать мы не можем. А после Христа, раз он первый, будет уже воскресение всеобщее, где мы все воскреснем, мы никогда не умрем. Правильно? Правильно. Вот поэтому мусульмане, мусульманам очень важно показать, что Христос не был на кресте, что он не воскресал. Что за место него кто-то другой был, а он где-то там учился, и потом просто умер в Индии или в Японии. Тут говорит, воскресение Христа, это то же, что рождение второе. Да. Обратите на это внимание. Конечно, да. Спрашивает, а что такое рождение свыше? Вот можете, вот у нас Василий сидит, его спрашивайте. Он не будет отвечать. Я тебе скажу, тебя казнить будут. Сейчас начинай его казнить, по одному пальцу отрезать, там как Якова-Персианина и отрезали. То скажешь, такое рождение свыше? Он не скажет. А почему? Он монах. Он монах. Почему? У него и голова все время вниз, он ничего не видит где-то, где-то. И все в одиночестве, ни друзей, никого нигде нету. Он монах. Монах в пустыне не причащается. Монах готовый. Притом супер монах. Он даже обедать вместе не может. Это отдельно будет. В три раза дольше сидеть. Какое тут рождение? Какое тут воскресенье? Какой он был, таким и остался. Песня поется. Знаете, каким ты был, таким ты и остался. Казак лихой. Орел степной. Это сурок степной. Маленький хотел сказать. У нас не все здесь. Оставь там, позови, где остальные. А потом домой идти. Позови всех с кухни сюда. Там нету никого. Вообще никого нет. Может на улицу. А где Александра Михайловна? А Людмила Степановна? Как это нет никого? Людмила Степановна была. А где Александра Михайловна? Она вышла на улицу. Людмила Степановна тоже? Да, тоже одевалась. Одевалась? На улицу. Видите как? Приходится спрашивать. Рожденный свыше человек. Он, вот хорошее выражение у Серафима Саровского. Он как бы плывет в Евангелии. Это та благодатная река, которая из-под порога Дома Божьего, и в Зекииле он видит. Зашел по щиколотку, по пояс, на кастрюке раскинул и поплыл. То есть, доверие Богу. Наши усилия, наши таланты не больше, чем нуль. То есть, сказать ничто. Сеющий. Павел ли не сеял? Апостоли ли не сеяли? По всему миру прошли, он говорит, ничто. Но за ними пришли другие первые мужи апостольские. Прям ученики их. И еще раз пространить надо. И сеющий, и поливающий. Ничто. Нуль. Большой нуль. Научиться надо это оценивать. А не так, а сколько человек у тебя покаялось? У меня ни одного не покаялось. Я сеял, и все. Я хожу в тюрьму 17 лет. Сам дважды сидел в этой тюрьме. Меня там принимают, не скажешь как. Со всей обслугой, аписовским составом ежемесячно провожу занятия. Выступаю перед ними. По рации 3700 человек меня слышат. Иду по камерам. Добился приговоренным к смертной казни туда спускаться. Там ни один человек до меня не было. И после меня не было. Прокурор края меня ввел туда. И что нуль? Меня спрашивают, сколько человек вы привели ко Христу? Понятия не имею. А я и динамик. И у них по рации в каждой камере мой голос слышится. Проповь не говорю. Но я знаю, какая там температура, мне говорят. Вот там два человека. Вот они сейчас тут храм построили. Они стали ходить. Там такие грешники из грешников. Какой фильм вчера смотрели? Это называется? Как? Высшая мера. Высшая мера. Слышали? Испытания провели над людьми. На необитаемый остров не вмещается ни один лагерь. Их добровольно. Вы хотите, чтобы море было перед глазами? Ну, в камерещах сидят. Там будете свободны без камеры. Ну и выпустили их. Посадили. Они дорогой устроили бунт на корабле. Его подавили. Вывели под автоматами. Вот остров. Вот вам питание. Вам хватит до столько. Вот через полгода к вам приедут. Вот этот буль. Если там надавите на него, там в море лодка. Значит, мы будем видеть. Еще дальше началось. Резня. Сразу большая группа отделилась. Остальные их покорили. Разбил на четыре отряда. Себя загородили. А этих кормить как человечиной. Каждый раз забегать. Колокол ударили. Там покрышка какая-то. Бегите в казарму. Бегут. Кто последний, того сразу режут. И сразу в котел. Руки, ноги отрезают и съедают. Но бывает, если два человека, двое. Все, они живут на этом. Но иногда праздник бывает. Сразу три человека зарезали. Сегодня у вас праздник будет на все отряды. И все это играет удивительно, как показано. И заканчивается чем? Ну, остались живые. И привезли американцев туда же. Негров. Тоже. Таких же преступников. Русские подходят, руку подадят. А те бросились. И дальше уничтожают друг друга. И тогда эти, которые привезли, она сообщила. Эксперимент не удался. Полностью потерпел фиаско. И дальше что, расстреляли из автоматов их и все. А представь, я говорю, чтобы верующие там были. Рожденные свыше люди. И вот так же невинных осудили. На остров привезли. А потом американцев. Да мы бы упали на колени и вместе молились. И простирали их Богу руки. Кто-то рыбу бы ловить начал. Что-то сотворил бы как-то где-то. Вот разница. Рожденные свыше. Это мы вчера только видели. Смотреть невозможно страшно. Как это убивает и тут же режет, тут же в котел и все съедается. Вот это разница. У человека другая шкала ценностей. У рожденного свыше. И самое ценное, говорит, время и деньги. Это неправда Златоуст говорит. Деньги возвращаются. Можно заработать больше. Время улетает. И написано, говорит, и мы летим. Дни проходят быстро. Мы летим. Вот убирают составы. А надо убирать? Надо. Но можно быстрее. Быстрее. И спокойно вытирают чашки. Дальше никак. Представьте, 20 человек у нас здесь. Всего 5 минут. Дважды 5. Да на 20 на 5 сколько? 100. Полтора часа. Полщи 2 часа украдено. А всего 5 минут. Всегда надо иметь в виду. Я мою, а другой стоит, ждет. Сколько же это будет потеряно? Я почему не могу никак перевернуть это? Мне это понятно. Мне больно внутри. Как они не понимают? Ну, можно поскорее. Там стол стоит, разделились так. На том столе, а остальные на кухне. Давайте быстрее. Застелили, идут занятия. Кто-то торопится. У нас впереди день еще целый. Спокойно протирает. Никуда. Так они хорошее дело делают. Сделать быстрее и освободить стол. Мы не можем начать занятия. Но вы не 5 минут отняли, а 10 на 20, 200. Три часа украли. Рожден свыше. Он болеет от этого. Три часа. Понимаете, часа. Приступила смерть к горлу. Отец мой, помолись, чтобы Бог дал час. Он говорит, сын мой, сколько этих часов было? Где это был тогда? Нам кажется, что так было и будет. Не будет так. Внезапно вспыхнуло и ничего нет. В один день, в одну минуту. И при том, на покаяние времени никакого нет. Взрыв и все. Когда-то тут некогда было. Вся земля дымится сегодня. Научитесь сидеть вредно. Рожденный свыше, он ценит в первую очередь момент. Эти 5 минут, может быть, нужны для покаяния кому-то. Мы вовремя не вышли на благовестие. Наши люди идут раздавать Евангелие. И с тем человеком не сошлись на 5 минут только где-то. Вам нужды никакой нет. Рядом с вами вот сидит Вася. Я предупредил Олегнину Степанову. Татьяну Хазминюшу предупредил, чтобы он отдельно на кухне не ел. Вместе сели, он вместе садится. Ему отдельная льгота. Дальше он начинает второй курс проходить. Я уже сколько раз вам говорил. Вы это слышали. Гляжу, его нету. Но я знаю, нету, за что он на кухне. Пошел, так и стоит, ест, дальше доедает. Этого нигде нету. В тюрьме этого нету. В лагере этого нету, чтобы отдельно было. В монастыре этого нету. В армии нету. Нигде. Я кого перечислил, там многомиллионная армия. Многомиллионная. И везде одинаково. Звонок все соскачал, он не допил. Это уже тебе не принадлежит. Вот как только звонок ударил, а ты рот как раскрыл, ложку уже положи. Сказали, иди, ты букву К писал. Верхний крючок поставил. Нижний успел, уже все, перо бросил, побежал. Секунда промедления, значит. Вам понятно? Мы, когда ехали дорогой, а путь-то наш был не близкий. Владивосток, порт Находка, а туда Лиссабон. Там Тихий океан, там Атлантический. От океана до океана. Кто в Барнауле проехал, чтобы в каждом городе останавливаться, да дарить что-то? Этого не было от создания мира. Как вы могли это сделать? У нас в среднем на нашей газели, притом на русской газели, на Восток ходили. Я посчитал 13 дней, поделил. Получилось, каждый день мы проходили 1030 километров. Так мы еще куда-то заезжали, в Благовещен, даже встретили библиотеку. Найти, выступить, дать книги, расписаться. Отбой, щетка в 10, где бы нас ни застало. В 10 отбой, в 2 часа подъем. Утром темноте, труднее ехать, едет Вадим. За ним яйти, Игорь, меняется. У нас пойдет, когда горюще-то будет, платите деньги больше, а потом остатки тебе сколько там отдадут. Человек ушел туда, у нас уже машина заведенная. И мы видим, стоим-то, где заправлялись, уже мы отъехали от заправки-то, другие нас давят-то. И смотрим, он вышел оттуда, он выходит оттуда из здания и со всех ног бежит, а мы уже трогаемся на ходу заскакивать в машину. Мы не успели всего только на 10 секунд, перекрыли шлагбаум, и мы стоим перед линией теряем. А они перекрыли, поезда нету, а ты куда полезешь-то? А там не просто шлагбаум, а вот так дорога поднимается, железная дорога перед этим-то. И вот так вот, и куда ты поедешь, там дверь, ты у нее ткнулся и все. На всю ширину вот такая, как дверь, поднимается вот таким уклоном. Вот так вот, видела? Конечно. Секунды, значит, я бьюсь за это. Возьмите под контроль. Поели. Так, быстренько распределитесь туда, 2-3 человека послушание несут. Ну, маленько, можно слышать. Дядь, уже садитесь. Вы меня поняли? Если, Вася, я тебя предупреждал не раз, вместе встаешь и на этом все, не доедать, когда здесь убирается стола. Из-за стола все кончилось. Пожалейте его, помогите ему не стать таким-то. Почему безразличным? А у вас только как. Ешь больше, спи дольше. Бабки. А то у бабок у всех один лозунг. Ешь больше, спи дольше. Все, внученька приехала в гости, внук приехал. Рожденый свыше так не рассуждает. Он понимает, это новое рождение. Там я не ценил, теперь ценю. Там я не делал, тут делаю. Там я не постился, здесь пощусь. В любом вопросе, ты другой, ино. Тот умер человек, ты воскрес. Вот что означает одна фраза, одно предложение. Это рождение второе. Воскресение Христа указывает на это. А ты воскрес или нет? Да что мне толку, что Христос воскрес, если я не воскрес? Но мне это ничего не дает. Вот, если остался тот же самый. Как смотреть грех? А что такое грех? Начинает вопрос задавать. Это у вас же там, на занятиях где-то. И наконец говорят, ну где Игнатий Тихонович, почему его нету? Почему он вас бросил? Я слышал этот разговор-то. Значит, в следующий раз я выйду. Почему, почему, почему? На все эти почему ответ один. В моей жизни я распоряжаюсь сам. Я смотрю, что будет дальше, как будут разговаривать. Какая обстановка будет мирная, немирная. Что дальше будет? Со стороны посмотреть. Пошли дальше. Рожден и свыше помним. Мне по-другому все видится, чем мир видит. Девятнадцатый стих. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Толкование. Полнота Божества. То есть, если где был Сын и Слово, то там не действие его вселилось, а самое существо его. И Павел не находит к тому другой причины, кроме благоволения и хотения Божия. Сын, Сын, ты просчитал по частям. Во всем и везде видит, там вокруг Христа, там просчитали где. А как это? Да так, куда бы голову не повернул, это от Христа. Я от батареи руки прижал, дома-то холодно. Тут хоть захожу в храм, хоть погреюсь маленько. Я иногда в магазин бегал греться в соседней, чтобы ведро угля сохранить, когда один жил. Это от Бога. И уголь от Бога. Деревья заложил туда, Господи. И доброта такая, меня не прогнали от тебя. Куда я не повернулся? Вот Валентина, вот иначе, поездом завезала, это шторки ее. Господи, Господи, упокоил обитель в небесную. Такая же она добрая. Столько нам добра сделала, ездила. Когда бы не обратился, она и деньгами, и всем лагерям. Понятно? Это Христос расположил. Куда не повернулся? Это Христос. Природа, деревья, птицы, материал. Все от Него. Наполню это все. Не просто глянул туда, а что за этим стоит. А вот возникло мусульманство. Такая война идет. А ты подумай от Бога. Без Бога не возникло бы это движение. Ни Ленин, ни Гитлер не родился бы. А для чего это нужно? Чтобы нам показать, как плохо жить по своим прихотям. Если бы свидетельствует, это 2 миллиарда православных христиан были бы. Я нигде про это не считал. Нигде. А вот они такие, их надо мусульманам тоже резать, надо убивать, надо бомбить. Откуда вы нашли христиане, если вы христиане? Так они нас всех повырежут. Это они, не я. За них, что они делают, я не отвечаю. Я отвечаю за себя. И события, которые в мире, я должен прославить Бога за это событие. За суды правды твоей. Хорошо, Господи, что Ленин был. Хорошо, Господи, что Гитлер был. Хорошо, что мусульмане есть, которые реже взрывают. А разве можно благодарить? Написано, за все благодарите. Они нас ко Христу гонят. Вот как надо рассуждать. Ко мне привяжутся. Ты Гитлера. Я не прославляю. Я говорю, он не пришел бы, а среди боли Божьей не было на этом. Он пришел, чтобы нас ко Христу подвигли. Научитесь более глобально думать. Теперь о родственниках своих. Почему не верующие? А мы какие были? Вот теперь вторую фразу разъяснили. Считай. Тут каждая фраза, она как фейерверк будет перед тобой гореть. Двадцатый стих. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное. Толкованием. Посредством Его, то есть, Сам, соделав спасение, даровал нам Его. Но что бы ты не подумал, что Он принял должность раба, говорит, с Собою, то есть, Сам с Собой примирил людей. А в другом месте сказал, с Богом примирял следовательно, что свойственно Отцу, то свойственно и Сыну. И не сказал примирить, но опять примирить, что значит отдать нас, людей, как некий давно взятый долг. И совершенно примирить, чтобы мы не были уже врагами Ему. Ибо не только дано примирение, но и самый способ примирения, то есть, заклание Сына, имеет весьма большую силу. Вам понятно? Вот смотрите, вот Сергей ведет. У него образования-то духовного никакого нет. И память-то он такая. Когда начал занятия, я думаю, а как он будет вести их? Я заткни уши себе. Так вот, я наблюдал несколько занятий, не выходил на занятия. Не выходил. Но я все слышал и все записывал. И вот задают вопросы, вопросы довольно сложные. А я стою рядом, около экрана и молюсь. Как же он ответит? Это очень, даже надо знать много, чтобы ответить. Он посидит маленько, открывает, отвечает правильно. У него процент ответа почти 90% правильный. Для меня это как открытие какое-то было. Я совсем не думал. Говорил бы там, брат, вот он сидит этот, на 100% знает, что все. А Сергей-то не такой. И вот я все эти дни, когда там не был, я убедился, как Бог это все делает. Как удивительно. Я прославил Бога. Что сеялось, сеялось и вдруг показалось. Я увидел. За то, что я отошел, я бы не увидел, потому что отвечаю и я. А я просто удалился. Как вот было одно время, здесь идей, Путин не появлялся. Еще только в интернете не было. Его там свергли. Там переворот был в Кремле. И тут тоже уже, гляжу, полностью такие у людей пошли, что меня свергли и нету. Значит, твоих ответов примерно 90% правильный. Для меня это было откровением радостным. Пошли. Примирение указывает на вражду, а умиротворение на войну. Ибо мы были и врагами, и неприятелями Богу. Итак, великое дело примирения, но через самого себя еще больше, и при том через кровь и крест позорную смерть. Ибо непосредством речей, как посол, примирил, но предав самого себя. И сказав, кровью креста не остановился, но прибавил его. Чтобы ты не подумал, что крест имеет силу сам по себе. Ибо не просто крест спас, но именно его крест. Что земное примирил, это понятно. Потому что каждый враждовал и с самим собой, и друг с другом, и даже ангельской жизнью мы были врагами. Но небесное каким образом? Земля была отделена от неба. Ангелы были во вражде с людьми, видя оскорбленными своего владыку. Посему и посылались они для наказания. Как, например, к Давиду, читаем 2 Царств 24, 17. Садамлянам, Бытие 19, 15. И в Юдаль плача, и так, сын, возведя человека, врага и неприятеля на небо, и ангелов заставил явиться на земле поющими и сопутствующими каждому верующему. И мне кажется, что Павел для того восхищен был на небо, чтобы научиться, как обитают люди на небе. И сын туда вознесся. Итак, для земных сугубый мир по отношению к небесным и по отношению к самому себе, а на небесах только простой. Ибо, наконец-то, они примирились с нами и радуются спасению столь многих. Как же после этого вы, колосяне, говорите, что приведены к Богу ангелами? Ибо они слишком далеки от того, чтобы примирить нас с Богом, потому что они были даже враждебны нам. И если бы сам Бог не примирил нас с ними, то мы не имели бы мира. Ну, по мере-то можно что-то сказать? Подними руку и скажи. Не брошюрку читай, чужую, как сегодня. Больше, чтобы никогда этого не было. Брошюры читать. Считай, сколько от толкования. Все, на этом кончилось. Здесь собрались узнать наши нужды и дальше приступить к занятиям. Я высчитываю дома, сколько минут было, и в предыду. Слово не давать этому человеку. Она израсходовала свой ресурс. Лимит, так сказать. Да. Вот теперь говорим о мире. Смотрите. Слава Вышему Богу, на земле мир, человек и благоволение. Я к примеру скажу. Опять же о мусульманах вот вышел. Скажите, вы верите, что ангел явился где-то? Но если не верите, почему не верите-то? А там было по-другому. А как по-другому? И на земле война, как у вас? Ваш основатель вашей религии провел 72 сражения. Из них, может, половина грабительских были только. За кем вы идете-то? Гляньте маленько. Это же не ваша книга священная говорит об этом. И только два сражения были оборонительные. Оборонительные. Всего только. У нас мир, меч вложи в ножны. Взявший меч от меча погибли. Что сравнивать-то у нас? Мир. Какой мир с Богом? Мир с собой примирил они баранам, курбан-байрамам. Вы сравните одну с другим-то. Ваша и наша-то. Вы никого не называете. Я исключаю три слова. Я говорю табу. Никогда не произношу Аллах, Мухаммад, Коран. Никогда. Другими словами замени. Там можно понимать по-разному. Мусульманство это религия. Это мирское название. Муслимы. Это может. Я дошел до этого. И дайди ты. Нигде не называйте имена. Это слова. А дальше начинай говорить о мире. Мир. Воскресший говорит. Мир вам. А тут как? Если он был мусульманин и принял христианство. Прямо написано. Должен убить его. Как же так было? Ну вот так. Взрывы-то все. Как сейчас идут. Самоубийство. Это они готовят тысячу шахидов. Ну как у японцев. Самолет взлетает, а колеса остаются. Ему возврата нет. Ему на след промахнулся. А нет горючего. Он летит любая шлюпка. Он должен ее долбануть и утонуть. И перед этим дают это. Сакеша там выпивают. Дай пусть водка. Водка. И дальше они садятся. Я видел документальный фильм. Как они летят и что они делают. Это снаряд, управляемый человеком. Это своя электроника. Более лучшая, чем которая сейчас придумана. Трое-четверо долбанули эсминец и пошел ко дну. Авианусис даже подбили они. Вот так. Вот к примеру я говорю так. Вот говорите о мире. Мир пришел к нам. Восток посетился выше. Восток это имя его. Где мир? С Богом. Как? Божья сущность такая, что никакой грех не проходит. Тогда скажите, почему люди умирают? Им задайте вопрос. Когда встречаетесь, скажите, почему умирают? Почему они не знают? Грех согрешил Адам. И грех-то заключался в том, что он жену послушался больше, чем Бога. И поэтому, что жена сегодня говорит, ты сравнишь с тем, что Бог говорит. И никогда не пойди по этому пути. Если она говорит правильно, слушай. Она вопреки пошла Божьему. Нет. Она почему? А у нее есть советник, другой там есть, помощник депутата. Нет. А они, Златоуз говорит, добро и зло они знали до вкушения. До вкушения знали это добро и зло. Они знали слушаться Бога, добро, непослушание зло. Больше ничего нет. В этом дереве ничего не было. Другие соки, брашка там не текла в нем, что они сдурели. И ты начни разговаривать с ними. Вот происхождение греха. Объясните, как у вас? У Адамы и Евы есть эти слова. Есть. В священной их книге. Дальше. А дальше мир. Примирение. Какое? Возмездие за грех, смерть. Какая смерть? Запомните цифру. Сто миллиардов людей умерло уже. Умерло, умерло. Сто миллиардов за то, что что-то съел Адам. Мы даже не понимаем той катастрофы, которая произошла. Смертное сделалось. Все в природе. В океане все рыбы, киты, все умирают. Дельпины все умирают. Из-за чего? А это больше, чем на земле. Может, в тысячу раз живности в океанах сколько есть. На земле все умирают. До одной мошки умирают. Почему? А при чем тут хозяин, если приговариваться к смерти, и слуги вместе с ним шли. А это то, что должно было служить человеку. Вот последствия греха. Как мы даже его бояться. А сегодня мы не один грех сделали. Тысячи грехов. И как? Смерть. А разве может один за другого? Может. Но только за человека никто не мог умереть. Все грешные. Каждый за себя не ответит. Тогда безгрешный. Сын Божий сходит. И он берет на себя грех мира. Вот если бы была одна земля, и потом бы мы узнали, что в космосе где-то еще земля. И таких земель будет миллион. И грешить будут, как мы грешим. Жертвы Христа достаточно, чтобы погасить. За одно преступление смерть. А его смерть до освобождения от нового Павла говорит об этом. Вот как если мы должны быть настолько осторожными. Смотреть, говорит, взирайте на начальника совершителя веры. Не крутись по сторонам. Взирайте на него. На начальника совершителя веры. Вот он. Который претерпел крест вместо принадлежащего ему. Где? Послание к евреям 12.2. Взирайте на начальника совершителя веры. Говорят, думают, видишь, слышишь. Совершенно другое событие какое-то. Это отсюда. Вот какое отношение ко Христу Голгопия имеет этот Дональд Трамп. Имеет. А мы заранее молились. И мы сейчас уже молимся о нем. Дональд, чтобы не забыть. Каждый день уже мы молимся о нем. Чтобы Бог дал ему рождение свыше. Страх Божий. И может другие отношения с Россией будут. И будет по-другому это все. Понятно как? А там уже дома собираться Библии считать нельзя. Эти законы сюда тянут. Там уже именно юстиция свирепцует во всю детей отбирать. Кому? Отобрали у родителей. Пришли мать держать ребенка. Какая вина? Удушающая любовь. Она себе его к себе прижимала. Ребенка отняли. Ты не сын Дания. Я говорю. Норвегия. А куда девать детей? А вот гомосексуалисты и лесбиянки. Их семьи отдают. У них детей-то нет. Ну мужик от мужика не рождает. Для этого Бог дал ему спутницу жизни. А вот теперь туда отдают. Уже во Франции. Говорит. До совершеннолетия. Они ему промывают мозги. Два здоровых насильника. У них ребенок девочку отдают. И что дальше будет? И мы должны сказать. Господи. Не хотели воспитывать сами. Господь отдает так. Чтобы вы увидели контрастность. Суды твои. Я семикратно в день проставляю. Это суды Божьи над землей. И последний страшный суд. Научись глобально мыслить. Не просто так. Там взорвали. А там мимо проехали. От Бога это допущено. Великий Бог. И Его. Он смотрит за нами. Наблюдает. Он ревнитель Бог. Вот как ревнивый муж-то. Как Он смотрит за женой. Причем это Его достояние. И здесь тоже Бог говорит ревнитель. 21 стих. И вас. Бывших некогда отчужденными. И врагами по расположению к злым делам. Толкованием. Сказав выше. Сказав выше. Что под властью тьмы были вы. Теперь говорит. Что мы были враги помыслами. И говорит не одно и то же. Но чтобы услыхав первое. Ты не почел. То необходимостью. Он присовокупляет последнее. Дабы показать. Дабы показать. Что Он примирил нас. Хотя мы и не заслуживали сего. Ибо по необходимости страдающий достоин сожаления. Но добровольно терпящий зло достоин отвращения. И так говорит. Он примирил нас совершенно недостойных. Хотя мы не по неволе и не по необходимости. Но добровольно и охотно удалились от него. И говорит об этом после того как упомянуло небесных. Показывая что вражда совсем не от небесных. Но от нас получила начало. Ибо они желали мира. И Бог так же. Но вы не хотели. Посему не сказал просто враждующими. Но отчужденными. То есть и не думавшими о возвращении. Ибо вы были враги по расположению. То есть по произволению. И не до того только дошло бедствие. Но прибавлялось и в злых делах. То есть вы и были врагами. И действовали как враги. И всем этим показывает. Что ангелы не имели силы. Не изменить наше убеждение. Не освободить от дьявола. Так как и они сами были врагами нашими. И обладающий нами не был еще связан. Христос же и врага связал. И нас убедил отказаться от него. Ну кто имеет что сказать. Говорите. А то я опять перехвачиваю. Видите. Вот разговариваешь с неверующим. Он говорит. А при чем тут Бог. Я против Бога ничего не имею. Я не говорю ни плохое, ни за. Ну и правда живет нормально. Хорошая семья у него. Ну хорошая. Я просто знаком был. Это наш лечащий врач. А муж где? Гоша. А Гоша на севере. Ну это я сегодня говорю. Завтра не это. У нас по любви сошлись все. Потом встречаемся лет через десять. А у нас совсем никакая была в церкви. Я говорю. А муж где? Да там уже разошлись. Две девочки с ней остались. Так что. Почему? Ответ. Адам, ты не хотел против Бога идти. Он врагом его не был. Сказал ему кто-то. Адам, ты же враг Богу. Я враг Богу. К чего вы взяли-то? Я каждый день молюсь. Бога славлю за это. Все, что вокруг меня. Рыба плещется тут. Мне так нравится. Бог рай сделал. В раю еще раз говорю. Ты враг Богу. Похоть плоти, похоть отчей. Гордость житейская. Не от Отца Света. Это говорит евангелист Иоанн. Дружба с миром. Есть вражда против Бога. Дружба. Так я ничего. Я с миром просто дружу. Ну сказали, где-то проценты наложить. Дать обратно. Ростовщик какой-то. Купец. Больше накладывает. Мало ли еще. Скупого рысаря. Это вспомнил Пушкина. В подвал спускается. И открывает сундуки. Это я отнял у добы. Правда у нее два ребенка уже с голоду. Так. А это я взял у того-то. У того-то. У того-то отнял. У того-то. У любого олигарха это есть. Всю Россию разворовали. В Израиль перегнали. В Америку. А до чего это говоришь-то? Для того, чтобы увидеть, что это любители мира. Ты им не завидуй. И скажи. С собой ничего не возьмешь. Как гол ты пришел, таким возвратишься. Ничего нет. Какое такое платье, говорит, у Рокфеллера жене подарили. Я не знаю, что... Миллиардеры. Но платье такое, что она его то ли примерить хотела. Его так зажала. И в это время смерть ткнула. И не могли вытащить. Пришлось вырезать кусочек. Это все, что она захватила. Не могли пальцы хоть отломить. А то у святых есть такое. Веревки плел. А в это время умер. И кусок веревки не могли отрезать. А то взяли отрезались. Веревка и пошел. Вот что значит дружба с миром. Вража против Бога. Были во вражде. Вот говорят, где? Любили этот мир. Ну любили же. Где ходила? С кем встречалась? С чем жила? Что пила и ела? Сколько ты в театрах время провела? В кинотеатрах? Припомни-ка все. А дружба-то с миром. Ну и на гулянке, конечно, собирались. Себе приглашали. Пили или танцевали. Все перебивали. Но было же это. И вот это теперь все это припомни. И я-то выходит, что так мы же Бога там не трогали. А вражда против Бога. Кто любит мир, в том нет любви очень. А любовь к Богу первая заповедь. Это Ян говорит. А это Яков 4.4. Когда ты все это знаешь, ты не будешь говорить, а в чем мне каяться? А что я украл или что? Что я из дома мешок муки унес? Детей оставил сиромисти? Нет. Я получку домой несу. Ну, маленько, оставляю это, выпью с товарищами. А ходил ли в храм? А что? Вот заболеет, когда. И говорит, надо было священника позвать. Как он сразу? Уже мертвый, почти лежит. А что вы меня живьем хороните? То есть ему это не надо. А когда умер, теперь собрались, выпили. Мы сделали все как положено. Как раз сделали все как не положено. Вы врали. Еще раз соврали у гроба. Помяни рабатого. И священник стоял тут, дымину напускал. Куда пришел? Он ни разу в храме не был. А он крещеный был. Да он моченый был, не крещеный. Чего ты поп обманываешь? Ты его в глаза не знаешь, видишь-то. Ты бесплатно не пришел бы. Ты знаешь заранее, что тебе колым тут навар будет. Мародерствует около гробов. Отбросить это все. За гробом. Нет покаяния, говорит Англотовский. Нету. Вот в чем застану, в том и сужу. Ты не можешь кого-то простить. Вот им умрешь. И вот такой язык высунешь. Прочти. Даже он, ну как этот вот, речь от Вурбранта. Пригласил их после освобождения. Она их угощает. И потом этого охранника, которому налила там самое жирное, хорошее это. И говорит, а вы меня, наверное, не помните, нет. Так вы меня помните, связали и бросили там в Вистуле, где река, Дунай. А потом на веревках вытащили. А вы помните молодых людей расстреливали? Да, три сына. Так это мои дети были. Он поперхнулся и сидит за столом. Кто его кормит? Вот какие люди есть. Сильно, да? Если ты на это будешь смотреть, не любите мира, не того, что в мире. Не бойся. А это не авторитетно. Если я скажу, отвечу, меня тут потянут. Вообще не думай об этом никогда. Я перед Богом стою. Что Бог положит, то и скажу. Не любите мира. Ну скажи, как все. Иначе у тебя гонения будут. Иначе у тебя... Ну и что? Я, может, доверяюсь Богу. А ты не знаешь про это. Рождённость выше не советуется с плотью и кровью. А как вы, как протопа по вакууму, связали вы ему по рукам и ногам? А что ему ответила Анастасия Марковна? Она говорит, иди и посекай поросль. Сорняки среди поля растущие, эти не каньянские. А нас не думай. И пошли. Какая жена сегодня благословит? Она будет хвататься за минуту подумать. Дети, а сиротею ты. Одних княжеских сыновей, два там было их, или три выпустили. За житя святые, говорит. Не могут никак сломить. И говорит, вы отпустите их домой. Там жены их лучше обработают. На шею бросили, сплачут, дети рядом. Ну, кусок мяса на жертву, принеси жертву валу. Ну и всё, иди домой. И они совсем было расхвасились. И в это время прозвучал голос. Что вы делаете? Нашелся тот, та труба, которая протрубила для них. То есть человек. И они тогда всё вздрогнули. Жены, отойдите. Дети, Бог благословит вас и прокормит их, пропоет. Всё. И были все казнёны. Не любите мир. А в мире что больше всего любят? Жизнь, продление, здоровье. Не люби это. Хотя тебе будут угрожать язвами, заражать. Вот опыты какие-то японцы делали над советскими пленными. Не бойся ничего. Один шаг и на той стороне. Чтобы всё содрогалось вокруг и видели, да, это щадо Божье. Я говорю, как мы в Турции были, нас обложила русская мафия. И молились. И когда они утром уже шли, они вахтовым методом работают. Мимо проходит, один говорит, нам этих не взять. Я никогда не забуду эту похвалу из уст мафиози. Нам этих не взять. Почему? Мы с колен не вставали. Огромное стекло. Люди гидают. И прямо напротив двери в полицию. И полицейские выйдут, а нас смотрят, как мы плачем и молимся. И дверь раскрыли все. Бог-то мой наблюдает за мной, он видит. Вот она вражда с Богом. Где любовь к миру в первую очередь. Жаление плоти своей. Я старый, я не могу, куда я пойду, до меня посадят. Негожий ты еще. Верующий в Сына Божий, он не стал, Павел говорит, советоваться с плотью и кровью. Не стал советоваться. А тут советуется. Доверься Богу, у тебя все по-другому будет. У тебя талантов достаточно. Я хотела спросить. Вот вы говорите, не вы говорите, Слово Божие, да? Не любите мира, не того, кто в мире ходили, там, в кинотеатры, в театры. Не того, что в мире, да. Ну вот сейчас этот театр, кинотеатр у каждого в доме есть. И более того, в кинотеатре того не покажут, что человеку, я говорю о христианах сейчас, что человек может увидеть в интернете в легком доступе. Приходится покупать программу, чтобы вот это вот не выскакивало само собой, понимаете? Потому что интернет сейчас, он действительно иногда нужен по учебе детям. И я даю им, разрешаю, да, пользоваться им. И чтобы вот этой вот гадости не вылазило, я купила программу, мы купили ее, поставили. То есть что вот не любите мира? То ли раз в год они сходили в кинотеатр, то ли каждый день вот это они могут смотреть у себя дома, сидя, вечерком там, да когда угодно. Вот эти ролики, вот это вот все новости мира, а зачем они нужны? Раньше хоть у нас, да, внутренний такой закон был в общем, великий пост, выключать телевизор. А сейчас я слышу, да я новости посмотрел. Я помню, вы лично говорили, что ни новости, ничего. Не включайте просто, чтобы соблазно, а то новости за новостями, а там и кино какое. А сейчас-то что в интернете? Поделывайте слова. И все ролики, и все на свете. Даже в Великий пост не соблюдается вот это вот воздержание, хотя бы вот возрительное. Не соблюдается. Я не знаю, это милость Божья, у кого столько страха, который в Великий пост не позволяет себе вот этим заниматься. Тут надо сказать следующее, что фильмы некоторые, есть документальные. А документальные, ну, показывает, допустим, война, война в свете, вторая мировая война. Это жизнь, это не артисты, никакого там ни блуда, ничего, ни людей нету. Ведь тебе, допустим, может быть, не все надо, а благовестник, проповедник встречается с людьми, перед которыми нужно ответить на очень важные вопросы, его другим не стронишь. А тогда нам придется блокировать себя, на улицу не выходить. Я выхожу на улицу, я то же самое вижу. Но тут надо дать рассуждение. Верующий, если выпит ей что-то смертоносное, им не повредит. Вот на это надо наставить. Выходим, пьяница, пьяница схватил и стоит, я на церковь еду с ребенком. Стоит, целуется, да еще что-то. А ты научи его так, чтобы он видел в этом. Я ему тут же поясняю, вот неверующий человек это делает, верующий не будет делать. И ты ему расскажи, потому что сама жизнь будет это кино прокручивать перед ним. Я про кино не говорю, которое выдумано, нет такого героя, но кино разница. И поэтому раз не можешь разобраться, выключить, телевизор повернуть. У нас телевизора никогда не было. Я вот конкретно смотрю что-то. Вот вчера подсказал мне брат и говорит, надо посмотреть этот фильм-то. И мы посмотрели, теперь я могу разговаривать. Мы сразу сделали вывод, только кончился фильм. И мы говорим, а были вы все верующие, и дальше увидите разницу. Как Палахий говорит, и будет Суд Божий. И тогда вы увидите разницу между почитающими Бога и непочитающими. И мы на практике теперь увидели и можем сказать, вот смотрите фильм. Это любой такой, любой, друг друга пожирать будут. Что сказал, это абсолютно правильно. Он не может разбираться, поэтому поверни, ничего не ешь. Все, что имеете на базаре, на торжеще, ешь и без исследования. Но если узнали, что это едва жертва, но узнала, что блудная, заприте и поставь программу. А программа вот она, где должна быть. Когда-то с ним столкник взял в цепь, приковал себя к столе и стоит. Амилетий епископ, учитель Яна Златоустов, встал напротив, долго смотрел на него, а потом говорит, я думаю, цепь эта не нужна. Он говорит, ну, чтобы не дергаться. Я думаю, ты должен приковать себя отвлечением от мира, внутренним, а не цепью. Он подумал, как цепь эту разорвал, как фильм «Кукушка», и выбросил, теперь пошел другое дело делать. То есть мы находим это в житиях и в нашей жизни. Отличать чистое от нечистого, левитом 10.10. Священное от не священное. Ребенок не может отличать. Но ты ему расскажи. Скажи, у нас принято решение и правильно. А другие фильмы расскажи, назови. Вот у нас, допустим, занятие на форуме написано «Христианские фильмы». То есть то, что мы рекомендуем. У нас целое, там есть что посмотреть. Хорошие фильмы, исключительно хорошие артисты, хотя какая-то дожа. Сегодня артисты почетят. Ну, я знаю, что есть такие артисты, которые показывают, как надо делать определенные фильмы. Так что и так, и не так. То есть правильно повернуть, но на всех никак нельзя. Я всегда говорю, считайте Библию. Даже не просчитали. Считайте святых отцов. Не просчитали. Я это просчитал, и поэтому мне отвечать приходится намного больше, намного шире. Я все время узнаю новости. Все время смотрю не просто о событиях мира. Где? Нет, все время приходится отвечать. Вопросы совершенно неожиданные, как это зашел вчера в Уфальмане. И выставил из Корана, сколько я должен теперь ответить. Мне необходимо, ей не надо, тебе это не надо. Мне надо. Да, я говорю полголовы, может быть, я больше отдал тому, что не требуется. Но мне оно требуется. Требуется эта связь людям дать понять, как вот дивергент. Злушковская девчонка. Дивергент, дивергент, что вы слово говорите? Ну, это вот такое. А что это такое? Фильм. Я посмотрел, что означает слово дивергент. Попросил ее принести флешку. Собрал он лагерь свой. Предварительно сам посмотрел. И теперь я его сделал, разбор. И сейчас в интернете говорят, вот как вы сделали разбор дивергента, разберите матрису так. А не так, как Андрей Курек разобрал. Да уж. Понятно? Да и Гарри Поттера тоже. Во свете Библии, это мне говорят. Я не против Андрея говорю, но просто у него уже выставлено где-то. Я посмотрел и говорю, нет. Это как братья Стругацкие. Они сидели там на хлопущем, шлем каждый друг на друга. Не надо. Я смотрел матрису. Я знаю о чем. Ее нельзя никуда применить. Это выдумка. Интрига. Ничего не надо больше. Я отказываюсь от этого. А вот Достоевского где-то нужно прокомментировать. Я покажу, а правильно ли он там, князь Мышкин говорит, вот когда говорит о католичестве, где. Когда он играет в Нерона. Когда он размахнулся, там вот эта ваза-то полетела. Или о Валандии там начинает говорить, где правильно, где выдумка нет. Все остальное неправильно. Но где он говорит об этом. Я говорит, узнала его, он сатана. Вот это необходимо. Центральную мысль выдвинуть и объяснить, что мастер Маргарита означает. А как бы я объяснил, если я не смотрел. Мне необходимо это. Я страшнотворным привкусом все это сглотнул. Но мне нигде ничего не прилипло. Я знал, что вот эта выдумка, этого не было. Это он сам с сатаной знался, Михаил Булгаков. Он сатанист самый настоящий был. Надо все это разъяснить. Это не собачье сердце. Выдумка. Это настоящее, что люди сообщаются. Вышли в трубу на метелке, на швабре вылетают. Там это Маргарита-то. Но и она это поняла, кто перед ней стоит. Я Басилашвили, а то посмотрел биографию его. А Олег, кажется, Валерьевич его. Он с 2004 года, кто играет в Оландо. Какие фильмы? Интересный довольно мужик. Пришлось биографию всю его прочитать. Вот я посмотрел первый фильм. Первая постановка Кама Гридеши. Где Питер Устинов играет Мирона. Так что он лауреатом сделался голливудской премией. Оскара. Оскара там. 11, кажется, Оскара у этой было. У Иуды Бенгура. Да, у Иуды Бенгура. И теперь другие, польские фильмы, он никуда не годится. А теперь там-то, где вот показано все, я стал смотреть. Я увидел столько там, с кем разговаривали. А разве там есть это? Я говорю, есть. Вот это вот от Бога. Вот это призыв к Богу. И сравнивать ни с таким фильмом подобным никак нельзя. Времен первого христианства. Там не просто играют, они живут этой жизнью. А сегодня-то, польская постановка, это вообще. Мне это надо, я поясняю. Ну, прости Господи. Я хотел добавить немного. Сейчас Путин, он такой интересный мужик. Он пытается благочестие тоже вести. И сейчас все фильмы, которые идут днем, они все ретушируются. Если там есть где-то вот так вот грудь у женщины, вот это все ретушируется. Все это, ничего никто не увидит. Тем более, если она полностью обнаженная, просто вот как вот через мутное стекло. Голову только оставят и все. И то же самое, кто курит. Там Рыбников любитель покурить с бычком ходит в старые фильмы. У него просто вот тут пятнышко такое. Курива нет. И перед тем, как фильм начать, надпись такая, курить не круто. И волна такая. И там, не курите, и так далее. Это ведет к смерти. Ну, то есть, очень много сейчас вводят. Так что, если фильмы хорошие, какие-то советские, можно показать советские. Великий пост. Где-то, причем из Великий пост, ни в коем случае. Так, я хотел сказать, о Путине заговорили как раз. Я не раз думал об этом. Ни за одного правителя мира столько не молятся, как за него. Монастыри все молятся. За него патриарх, епископы молятся. И поэтому, ну, то, что вот эти такие, он там геям этим запретил, здесь, как он ответил, так хорошо, там, насчет населения. И у него такой есть глава администрации, как Рамзан Кадыров запретил. Запретил под законом аборты делать. Какая страна покажет сегодня это? Видите-ка, я отношу это все-таки ответ Божий на молитву сегодняшних монастырей, частных лиц, священников, архиереев за него. За него многие молятся. Очень многие. Мы его имя, святого Владимира, которое он носит, поминаем всегда в молитвах, каждый день. Пошли. Двадцать первый стих. И вас, бывших некогда отчужденными, так, это я уже читал. Двадцать второй стих. Ныне примирил в теле плоть его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Толкование. Опять указывает на образ примирения. Именно. В теле. Каким же образом? Разве он подвергся только бичеванию и заушению? Нет. Но он и умер позорнейшей смертью. Опять указывает и на другое благодеяние. Говоря теперь то же, что и выше выразил словами. Соделавшего вас способными. Ибо не только, говорит, освободил он нас от грехов, но даровал и святость, необычную, но святость пред лицем его, и непорочность, и неповинность, так, чтобы не совершать нам ничего, что заслуживало бы даже простого порицания. Не пройди, как он выйдет. А вот у меня тоже ушел. Выше мы читали. Кровью креста его. И вот толкователь нам говорил, что бы не подумали, что крест имеет силу сам по себе. То есть крест его, крест крестов. И вот я читаю, у меня мысль, вот у нас очень много, вдоль трассы ставят вот крестов. Вот с какой целью это делается и для чего? Как вы, Гнать Тихимович? Мы ехали дорогой, и вот столбы стоят сейчас на дороге бетонные. И столбы, ну, примерно вот на таком уровне выкрашены. Красные полоса, синяя, дальше идет белая. Столбы все почти. Красные, без слов, без слов понятно. Единая Россия. Газель, Путин. Как в Африке, там было перед нами на колене, фотографировали. Газель, Россия, Путин. Газель вошла в какой капкан? Так и здесь. Это напоминание. Это никогда не будет лишним. Напоминание. Имя Иисуса надо упоминать везде. А это крест. Не простой крест, а голгофский крест. Не просто на Голгофе. Там и разбойники были. Крест Иисуса Христа. И когда рисуют на скорой помощи, и другое. Сейчас не знаю, рисуют или нет. Потому что одно время евреи стали бунтовать, чтобы убрали. Им точно смотреть на крест. Красный крест, это международное. И везде крест. Независимо от того, Гитлер или кто-то, везде крест. Международная организация. Сейчас я не знаю. Евреи очень сильно восстали лет 10 назад, чтобы убрали эту символику. Затеяли что-то сейчас во Франции. Там в Германии. И провели закон во Франции. Что девочка, мусульманка, не имеет права ходить в хиджабе. А хиджаб только, имеется в виду, вот. Одета. Хиджаб-то. Это платье-то там даже не хиджаб уже. Хотя. Девочка. Снять. На родителей штраф. Одета, да. Раз такое дело, тогда и крести снимите. Ну, крест-то не видно где-то. Теперь указания, чтобы ходили так. Понимаете, как хитро сатана подошел. Там, может, по сговору было. Вы давайте это, а нам кресты-то снять как-то надо. А тогда мы вот так сделаем. Вот мне характеристику дают. Я сейчас показывал. Вот, вот, в ролик поставил отдельно. На меня говорят там один. Он и не служил во флоте. Я в армии не был там, не учился. Я тогда открываю трудовую и все это в интернет выставил. Все страницы, где работал. В армии был военный билет, паспорт. Все сфотографировали. Все, 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 все. И диплом, аттестат. Я все выставил в интернете. Все видно где-то. Ну, и утихнут где-то. Ну, кто-то утихнет. Потому что поймут, что у меня луны были рядом. И они лгали. И вот где момент, когда я обратился. Я тут прямо конкретно показываю. Вот момент, где я обратился. Вот где меня уже сверг в мир. Вот меня мир где отталкивает. Я должен документально это подтвердить. И вот по Франции они поставили это. И вот крест снять. Я крест не снимал нигде. Ни в тюрьме, ни в армии. У меня всегда был крестик с собой. И вот если говорят они об этом. Надо снять крест. А ты подумай, что за этим стоит. Чего они отменяют. Речь идет не о кресте. А о том, чтобы ты имя Иисуса забыл. И имя Иисуса не понимал. Делать в святых, жилотворящих себе крест, не указано в Библии. Нет. А кто призывает имя Господня спасется. Написано. И у меня характеристики какие были. На корабле я работал. И написано. Русский. Национальность русский. То-то, то-то. И вдруг сейчас в паспортах нет национальности? А почему нету-то? Ну, дальше-то скажите. Почему? Потому что евреи скрывают свою национальность. И сказали. Нам не пишите. Потому что, знаете, евреи начинают бить сразу. Решение окончательного вопроса, как Гитлер ставил. А тогда убрать так нельзя. Мы же все граждане одинаково. Тогда убрать у всех. И нас никто не спросил. Да это основная характеристика. Русский-то или цыган. И сейчас в паспортах нигде нету. Все под евреев подыгрывает. Как одного мужика посадили за то, что еврея назвал жид. Жид. Это считается нехорошо. А сейчас они в своем лихаиме пишут. Куда не посмотришь. Жид на жиде. Жидом погоняет заголок. Сами же. Еврейский журнал. Они над нами смеются, господа. Они над нами смеются. И вот мужика освободили. Он на остановке стоит. Еврей подошел. Автобуса давно нету. Он только хотел сказать поджидаю-то. Да нет, я автобус под евреевую стою. Чтобы слово жид-то не сказать. Поджидаю. Перепугали всех. Я не боюсь, что я русский. Да русский пьянь, дрянь, подзаборная. Там срань назовут. Я такой и есть. И все кончилось. Я от таких родителей происхожу. Все. Я не признан к мировому владышеству. А вы призваны. Призваны распространять слово Божие. А не обманывать банкирами своими. Не вырезать пенсию, которой и так уже нет. Ну, надо научиться смотреть и немного юмора иметь. Не постародрящийся. Пошел. 23 стих. Если только пребываете твердый и непоколебимый в вере. И не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Так как он все приписал Сыну, который от всего избавил своею смертью, то, чтобы не сказали, после этого нет нужды в наших трудах, он говорит, что нужно пребывать в вере. Посему не будьте легкомысленны и не падайте духом. Так как можно, хотя и пребывать в вере, но колебаться, то он присовокупляет тверды и непоколебимы. То есть не колебляйтесь и не только этого, но и не отпадайте. Но и не отпадайте. Ничего, говорит, тяжелого я не требую от вас, но только чтобы вы не отступали от Христа. Ибо Он есть упование благовествования, и все принявшие благовествования должны на Него уповать, как на даровавшего мир. Посему приписывающий мир ангелам отступает от Христа. Итак, при добродетели, хотя и возможно немного колебаться, но при вере нет. Таким образом, нисколько он не требует тяжелого. И самих, во-первых, выставляет свидетелями, а потом всю Вселенную. И не сказал, возвещается, но возвещено. То есть такое, в которое они уже уверовали. Итак, устыдитесь и себя, и всех прочих людей веровать иначе. Ибо то служит удостоверением благовестия, что сам Павел, его проповедник. Ибо велико имя его, так как он повсюду прославляем и даже как бы властвовал над Вселенной. Называя же себя служителем, еще более побуждал к повиновению. Ибо говорит, не свое говорю, но другому, с большой буквы, служу, именно Богу. Поэтому ему будете повиноваться. Вот нынешние свидетели Иеговы утверждают, что Христос ангел. Архангел Михаил тоже. Он ангел называется, да. У Малахи, 3 глава. Он так называется. Он не ангел, называется ангел. Ангел называется. Иоанн Креститель не ангел. Но в одном стихе и Иоанн Креститель, и Христос называется ангелом. Но они-то вообще называют Христа творением. Ну, еретики. Еретики и арии. Последователи арии. И поэтому еще с них спрашивают. Еретики? А раз еретики... Ну, вот и колосяне уже тоже были с них, все эти еретики, которые утверждали, что через ангелов Господь говорился с ними. Ну, колосяне я говорил, это православное. У них везде Матрона, Ксения там. Как будто никакого Христа нет. Надо научиться, кажется, высвечивать необходимую часть, а остальное заретушировать. Главное, какая молитва? Самая сильная молитва. Самая сильная молитва, говорит Ангел, за того, прямо ко Иисусу Христу. А еще какая молитва, когда за нас молятся? Самая сильная молитва, когда ты сам молишься. То есть, не отрицает святых, не отрицает молитву Божией Матери. Но самая сильная молитва, это ко Господу нашему Иисусу Христу. Запомни это. Почему ей надо заставить, говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Вот теперь и думай. Сам себе не поможешь. А как ты? Человек не желает, если скотина, вот я за овечками, я пас овечек, и у него там хромая где-то. Я поймал ее, перевернул, а там нагноилась. Я копыта разрезаю ей, креолину туда налил, маленько оставил ее дома, чтобы она на сухом ходила. Все, человека я не могу его остановить, а прокинуть ему, залить. Он сам должен прийти. Воля. А воли у скотины-то и нету. Она не знает. Вот человеку, есть люди такие, которым сто раз делая добро, он не помнит. Один раз я себе сделал то, что ему не нравится, как зло, теперь всю жизнь поминает. Всю жизнь будет поминать. А как это так? Ну, так всегда было. А ты наоборот сделал. Тебе сто раз зло сделали, а ты даже как будто не было. Один раз добро сделали, всю жизнь помни это. У тебя чувства-то этого нету. А в ответ всегда, а у тебя есть. У меня есть. У меня это чувство есть. Я сейчас на Севастьяна насял. Найди мне прокурора края. По-русскому на Юрия Федоровича, он сейчас на пенсии. Он много помог для Потеряевки. Найди мне судью, которая нынешне летом судила, 27 июля. И на нашу сторону склонилась. И ничего, Роспотребнадзор ни копейки от нас не получил. Найди, я ее отблагодарю. Кто мне делал раньше для лагеря, в прошлом году? Сергей Павлович, родил меня? РТИ, разные заводы везде, останкостроительные, юридические. Я всем подарил свои книги, которые мне помогли. Помог один раз на Рождество. По нашим деньгам примерно на настоящий момент. Он взял деньги, ну рублей на 300. Больше он мне не помог. Я ему подарил на 5 тысяч почти книг. Так он не знает, куда посадить нас. Ну назовут даже Аврамов. Недавно он здесь был. Сейчас он где-то дальше, там, около леса у него предприятия. Много людей. Я не могу успокоиться. Кто-то сделал добро, а я никак. Вот одна из них нам дает все время, ну все время дает, там, ягоды, мороженое, малину и прочее. Я говорю, у тебя сада нету, где ты берешь-то? Не говорит. А каждый раз дает, не возьмешь, я прям вижу по глазам, что с любовью все делается. Но я чувствую себя должником. Ну ладно, мне еще кто-то это говорит. Вот Виктор Андреевич, я скажу, да как бы для нас сто раз больше сделали, там, что я сделал-то? Так это сделает, я садимся за стол, едим, я ребятам говорю, ох, братья, как мы отвечать за это будем? Ну прямо в сумку наложат, и все. А мы даже помним, ты думаешь, ты дала, и мы ушли, и забыли. Нет. Мы едим неделю эти булочки какие-то там, и то, что нам на дорогу давало, осталось. Там инжир там был или еще, чернослив, грецкого ореха нашелушеного. И в детях, и ваши имена поминаем, чтобы помолились. Вот это чувство благодарности нам заложили родители. И по-другому я не могу, и не знаю, как это так. Самое незначительное что-то сделали. Я ищу их. Помню, когда мы с одного далекого места в горах шли, шли на лыжи, полностью отощали и никак. И последнее, уже перед входом в пригород, мы ползли ползком. Ноги уже не держали нас. И в это время в первый двор заползли, а женщина несет свиньям. И видно, там куски хлеба плавают-то. Мы только ей прошептали, дай нам хлеба, она нам не дала. Мы не можем встать на ноги. Мы замерзали. А в другой семье нас приняли. Приняли, накормили, и мы как были за столом, тут же склонились и тут и уснули. Теперь этих людей, я не знаю, с какого конца мы в этот Лениногорск зашли. Мы в горах шли. Такой путь проделали. Это моя биография. Я говорю, это не из басни. Я не могу найти, а где, которые были, которых нашел. Вот в тюрьме я сидел. И один мужик, когда, вот в тюрьме, а вверху последний этаж, он без крыши. Это прогулочная. И над ним сваренная, ну, периодического пропеля арматура и сетка. И там ходят по стенам, все время часовые ходят. А мы-то внизу там. И осень была, и один листик ко мне залетел туда. Я говорю, а там нельзя еще листиков дать. И он где-то три листика дал. Так я их в лагерь пронес. И вернувшись оттуда, я пошел и нашел этого человека и отблагодарил. И просто спасибо сказать, а что у меня было. За эти листики, которые с дерева сорвало, он мне бросил. Они мне так много дали размышлений. Это в человеке. Ей истребимо должно быть. А здесь сто раз добро было, ничего не помнит. Один раз сказал не так. Уперся. Понимаете, есть какие-то еще знамения Бог дает. И вот эти знамения непокорствуют в крещении. Бывает прям, вот так дрожит аж весь. Погружаться надо и все. Вы посмотрите, когда крестили нас. Кто двое боялись только? Двое. Два человека были, которые дрожали такие глаза от ужаса. В воде с батюшкой стоят. Это Яговитина Люба и Галя Силина. Два человека так и так принимали крещение. Их нет. В воду погрузить, и она ушла. Один человек, батюшка, пытается склониться. Он ноги уперлый. Так не может батюшка сломать никак ноги. Вот так вот стоит. Ну как? Присядь. Ничего. Я говорю, что же делала-то? Почему ты? Я не знаю. А может у меня было не... Ну батюшка сломилась все-таки за плечи, всей силой вдавила, там выл, там ил. И все. Чем это объяснить? Готовилась, верующая, уперлась, окостенела и стоит. Что? А это значит дальше будет. Это дальше будет проявляться. Упорство, непокоривость, непрощение. Вот где. У нас было, когда крещение принимала и в обморок упала. В обморок упала. Она говорит, я долго что-то шила или что-то делала. Солнце ярко светило. Может быть и это. Я постилась долго. Может быть. Но самый момент крещения, он о чем-то говорит. Ребенка в купель поставили, он опорожился там. Ну написано, испустил гной. Ну гной, это дерьмо, говно. А это не кто-то был, а царский сын. И церковь сразу поняла, это не хороший человек будет. Это будет гонитель церкви. Гонитель. Константин Копровим. Гнойный. Так имя за ним осталось. Как Андрей Кураев говорит. И вот этот Константин Говнюк. Родился в таком-то году. Он слово Гнойный заменяет правильным словом. Говнюк. Так не такие ли мы говнюки? Прекрещение это все проявляется. Так ты потом бойся этого. Как это со мной было? Почему я костенел? Почему не мог колени-то подогнуть? Ты же знал. Просто мертво. Батюшка говорит, твое имя отца. И не может никак. И крестили не на деревянном, а крестили здесь. Подальше где. Тогда было поломано все льдом. Ты должен думать, а не я. Я вам рассказывал, как одна девочка принимала, как крестная, ребенка маленького. И во время, когда ребенка подавали, крещенивала, она упала в уморок. Но никто не знал, что это. И кто это будет? Самая главная ведьма в мире. Елена Блаватская. Вот. Вот на это надо смотреть. Я ничего не придумываю. Я говорю только то, что видел, знаю. Поэтому надо готовиться тщательно. Я воскрес из мертвых. Теперь я другой. Было вот такое. А теперь я легко прощаю. В одну щеку ударили. Ударили тебя? Не ударили. Так удариться. Всего размаху ударить. Ты подставь вторую. Да поблагодари, накорми его. Враг голоден, накорми. Здесь нет. Меня оскорбили. Меня назвали. Да как не назови, я хуже. А это не на моем месте сел. Да на моем месте даже на кладбище нету. В аду места нам мало. За наши грехи. Не ищите своего. Отвергите себя. Воскрес не из мертвых. Воскрес не. Ты новый человек. Тебе разницы нету. Ему говорит, что плюет в глаза. А он говорит, Божья роса. Подаворка говорит. Давай. Игнатий Иханович. А вот самая главная молитва всегда говорили отче наш. Да. Молитва молитва называется. Ну. А вы говорите, что это? Я говорю, от кого? А. Кто молится? Кто? Я не говорил, какая молитва. Какая по содержанию. А какая от кого исходит. Это я вам за то, что вы говорите. Самая сильная молитва, когда прямо ко Господу, если ты сам молишься. Вот она тогда действует. Знаете, так я деньги заплатил на Афоне. Вечное поминовение. Какое вечное? Что он там говорит, меня в глаза не видел. Что это за молитва-то? Если я о ней молюсь, я ее перед глазами, вместе с ребятишками представляю. Всех перед глазами у меня как чередой проходит. Да ее имя-то и поминать-то даже не поминаю. Если муж есть, а муж упоминаю только. А это уже, когда уже заболела, поехала, потому что отдельно у меня тишину тебе напустит. Спасибо, Христос. У меня дня не было. Дня не было, чтобы я не молился за президента Америки, за своих, за Порошенко, за Рамзана Кадерла. Дня ни одного не было. Почему? Мир нужен. Нам мир нужен. У меня дня не было, чтобы я не молился, не просил мира Израилю. Если я говорю где-то что-то о евреях, ты в словах моих должна увидеть только то, что я желаю им благо. Чтобы они приняли Христа, не обманывали народ, не грабили страну, не перегоняли туда. 72 года работали даром, потом на, ваучер тебе. И все с ваучером-то не знают куда. Самое выгодное было ваучер вложить в военную промышленность. Если чайник продали, он у меня стоит уже 30 лет, чайник один. А если снаряд его, говорит, пустили, он назад не возвращается, опять надо делать. И все равно обман. Союз нефти было. Я вложила. Рядом прямо было в этом. Было в почтах. Союз нефти было. А раз потом и стало у нас что? Не Союз нефти, а Роснефти. Вот через нее проходим. Вот ничего нету. Ничего нету. Обман. А я его продал. Продал. До того это слово неприятное для меня было. Мне всегда казалось, какая-то грязная свинья, и морду задрала, и называется ваучер. Вот у меня воображение такое. И стоит, щамкает, стоит. Как... Все съедали. А черномырдины, об этой. Валерии Новодгорской. На кого кто похож он стоит, а на кого кто похож? Путин, он задумывался. А он похож на кого похож? Ну, он вот там олень там, это все другое. А на Новодгорске, это как свиньяк. Щавкает. Ну, а вы-то на кого, Владимир Вольфович? Я-то. Я на волка похож. Что у него отец? Вольф, это волк. Вольф. Да, волк. Немецкая организация. То есть, его внезапно захватили, он не знал, как подвывать теперь будет. Пошли. Игнат Тихонович, а еще можно один вопрос задать? Вот, например, молиться о том, как будет на Украине. Ну, чтобы вот, можно так молиться, чтобы это кровожадное правительство, чтобы ушло в отставку? Или кровожадное? Да. А почему ты не думаешь, что наши кровожадные? Нет, уж ты тогда или обоих называешь. Или говорить. Не так, я молюсь так, Господи, твоя молитва. Господи, дай страх Твой Божий правителям мира, чтобы издавали мудрые законы, чтобы через них сотворить благое церкви Твоей. Владимира, Дмитрия, до этого был бы часто Дональд, Александр этот, глава нашей администрации краевой. Ну, а дальше начинают перевести от Рамзана, Петра, Порошенко, Петра, Александра, Белоруссия, Эрдогена, Турецкого, и Амана, Казахстан, он говорит, христианин. Все. Ну, и всех правителей мира. А не то, что он кровожадный. Еще себе. Ты думаешь, что он более кровожадный, чем наш, что ли? Чего ты ради это? Нет уж, или обоих называй кровожадными, или никого. Всех кровожадных. А ты в Украине живешь сейчас, в Киеве живешь. Ты будешь говорить, что он кровожадный-то? Язык проглотила. А мне не стыдно встретиться. Один говорит, как они верят, говорит, хоть какую власть меня, и говорит, им все хорошо. А мне написано, молитесь за властей, чтобы они познали Бога, издавали мудрые законы, и чтобы их Бог сохранил от покушения на них. Я все время вкладываю. На них нет покушения. Да вы не думаете, что нет покушения. Оно есть, оно не исполнилось. Я вот узнаю, и вообще не просто так. Можно закончить, наверное, да? Я уже время вышла. Так, а до скольких, Владимир Ильич? У него по телевизору. Десять минут еще. Еще десять минут. Что он просил слова? Вот, Валентина Апанасьевна просил слова. Говорите. Мне непонятно, что там Кадыров какую-то команду себе создает, что там за волокиты постоянные. Кадырова к ответу, да? Непонятно, для чего это все делается. Для чего Кадыров создает какую-то команду? Объясните ей. Кадыров для чего команду создает? Таких Кадыровов, если было бы у нас в каждом регионе, то страна была бы совершенно другая. Он везде вникает. Такая команда у него. Если он не так делает, он сразу его убирает и никого не спрашивает. А тот начинает говорить, он говорит, раздевайся. На ринг, надевает перчатки, да, кто кого-то. Ну да, он ему тут, конечно, ногами лежит. Вот так будет с каждым. Он боевой. Говорят, а он убирал русских, убивал русских, когда была компания тогда-то. Я был с народом со своим. Другая позиция была. Претензий никаких нет. За него я молюсь всегда. Он единственный руководитель регионов, который сказал, везде президенту. Убрать снова президент. Президент один в стране. Он первый заявил. Почему другие не сказали? И какие у него инициативы, они все вот такие вот. И как будто никто не видел. Понятно, я нигде не видел в стране, чтобы главный проспект назывался именем президента Путина. Там в Ливане-то делают какие-то там дотационные, не завод, а республика. Там денег-то сколько идет. И все отстроил, все заново. На него покушение. Поймали, покушался. Он их вывел, созвал родителей, проработали. И дальше перед всем народом у него все-все снимают. У него ни одного шага нет, чтобы его не снимали. Везде две-три камеры за ним ходят. Ему не стыдно. Женщина одна выступила. Он ограбил страну, да наша республика. И он тут же ее нашел. А она там где-то журналист какая-то, чеченка. И тут же все снимает. И он говорит, ну давай по порядку разберемся. Ты меня вот в этом обвиняешь. Да какой правитель будет? Да ее скрутил бы козявкой, не было. А он с ней до конца. Родители ее плащут, сидят. Он конкретно. Вот подходит к нему, говорит, ну ты вот готовился покушение. Тебя из Турции прислали там откуда. Ты меня убить хотел. За что? Он стоит. Ну ты же лжец. Ты же говорил, что не так. Скажите, вот вы сейчас сидели в тюрьме полгода у нас. Ну я могу тебя право убить. Имею полное право убить. Я тебя не убил. Тебя пытали? Нет. Кормили? Да. В мечеть ходили? Да. Ты видишь какие мечети? Тебе что мешает здесь? Институты открыты. Университеты для тебя. Ты же лживый человек. Ну за что ты меня убить хотел? Да какой правитель будет говорить так? В первом счете он убьет его и родных подчешет. А этот никого не тронул. Он и команду такую набрал. А мне говорят, вот вы, которые около меня, это моя команда. Я всех вас зазомбировал. Ты не почувствовал, как я тебя зазомбировал? Твои детей зазомбировали себя. Он зомбированный сидит. Не могу никак. И вот я вам только сказал. Ты, Никита, здесь про Украину нигде, чтоб слова плохого не сказал. Это первое. Я не сказал, говори там кто-то там. Ну действительно, там такие ляпы делает, если мэр города Киева, там, Кричко Виталик. Он вот, что спрашивает, все время по голове били. Он ляпнет и даже не знает, что говорить. Ну да не на смешки поставили-то. Так мы его не поносим, а это выставлено. Я говорю, вы зачем над ним насмехаетесь-то? Он мужик хороший, чемпион там мира. Ну, он годен, здрасте. А тут же решать большие вопросы надо. Столичный город. И Никита нигде ни одного слова не сказал на Украину. Ему не стыдно туда вернуться. Я заранее предупредил. И команда такая. Мне говорят, вам дефирамбы тут поют. Соболев там, там другой, Морьясов, начинает Кальмаев. А тут, выгонок восхваляет вас все время. Меня восхваляет. Я сколько раз говорю, меня даже не поминайте. Но я все равно существую. Слава Богу. Пускай дрожат супостаты. Да. От нашей дружбы человеческой. Во Христе. Векторы говорят, а я там был, заступался. Так я тебя и не просил это. Ты говори истину. А если меня выстинит, ты по неволе будешь говорить о моем пути. Аминь. Город на вершине горы. Он не скроется никак. Вот просто надо маленько шире смотреть и помнить. Я умру, умру сегодня, умру сейчас. И как бы я говорил? Или говорил бы одно, а думал другое? Мы ничего не скрываем, у нас все снято. И не ретушируем, не вырезаем, не вклеим. Почему? Я бедствую, что не понимаю. Кто вырезает, делает, там красиво смотреть. Я хотел бы так. Игнатий Иванович, мне даже сон снится, как нас с вами вместе берут в какие-то органы, я не знаю только какие. И там пытают. Но как вас пытают, я видел, а меня как-то, я не знаю. Потому что меня уже приводят к вам и показывают на вас и говорят, ну вот, что ты в нем видишь-то? Еще они со мной делали. Ну, они нас на кресле вытягивали, специальное кресло такое. И тянули все органы. А может быть еще там электричество. Но я уже видел изможденное. Не кресло. Не крест. Крест, кресло, кресло такое. Специальное кресло. И на нем как вытягивают. Ну, оно на крест похоже, да. Это есть в этом. Может быть это уже я. Так что, в голове у меня вот что, когда я воду струю. Один ответ, я беседую с человеком с одним. А он довольно такой мистический настроенный. И говорит, вот вы когда говорили со мной-то, а вы видели, вот здесь вот у вас четко ясный ровный кресл высветился в бороде. Высветил, я посмотрел, правда. В бороде кресло у меня, я говорил, когда у меня вот здесь вот распятие. Выставилось само, непонятно, что высветило светлым, четко ясный крест. И другие, это, ну, не знаю, может освещение падало, я говорю, не так. Все правильно падал. Ну, все, Сергей, заканчиваем. Достойно есть якова истину, блажитель Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафин, Без искления Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Так, оттуда пусть зайдут, молящиеся, если мне доверяют, Должен впереди стоять, туда пройдите. Передо мной только распятие и крест, туда зайдите, наверное. Вот такой порядок, как всегда было. Это и в храме, и везде. Маленько туда назад зайдите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня, Игорь Игорь Игоревич. Слава Тебе, наш Бог Игорева. Прошу Тебя, Господи, услыши наши молитвы. Помоги, нужно оставить в сердцах наших, что мы слышали, А не нужно предать забвению. Услыши нашу молитву о патриархе, Епископах, священниках и пасты. Дай всем духовное рождение свыше, И водительство Духом Святым. Коснись сердца правителей мира сего. Дай им страх Твой, святой. Памятование, что над ними есть Ты, Царь, Царствующий и Господь, Господствующий. И сохрани их от покушения на них. Сохрани это место. Посети узников, убиваемых, терзаемых, пытаемых. Откроем двери рая, прими их в обители вечные. И дай им свободу. Посети болящих, одиноких, покинутых. Пошли им все потребное через детей Твоих. И нас побуди на благовестие. Тебе, Боже, слава. Тебе хвала. Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву воздействия рук, как жертву вечерней, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. О, всемогущий и любящий Отец наш, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И дару мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ей, Господи, Владыка, говори, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. С миром Божьим. Спасибо, Христос. Кто желает, я могу довести до остановки. Я не знаю, я спросил, он говорит, мне не надо. Мы у вас нарисовали. Кто поедет сейчас? Я поеду. Это вы? Хорошо. Хорошо. Я до субботы, до субботы, до субботы. Отпишите. Будь два раза. Спасибо, Христос. Благовестники, оставайтесь. Благовестники. Благовестники. Я Стефаном не слушаю. Спасибо.